Дорожные транспортные происшествия Дорожные транспортные происшества В Ленинском районе Саранска произошло сразу две аварии. Первая случилась в половину седьмого вечера на улице Красноармейская. 17-летняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее совершил наезд 54-летний водитель Нивы. С места происшествия он скрылся, однако вскоре был задержан. Серьезных травм пострадавшая не получила. Второе ДТП произошло в 8 вечера на улице Дальняя. 47-летний водитель Хионды по своей невнимательности врезался в Ниссан. Оба водителя получили незначительные травмы. Утро 4 декабря началось с аварии. Водитель Лады 10-й модели совершил наезд на 25-летнюю девушку. Пешеход переходил на нерегулирование пешеходного перехода. Я ехал, но скажите, как я взял шипы, пешеходного перехода. То есть вы из-за машины, которая двигалась в другом ряду, рядом с вами ее не заметили, или она резко появилась перед ним? Машину выезжали вот отсюда, я сходил сюда. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пешеход с различными травмами была доставлена в одно из лечебных учреждений республики. Сейчас по данному факту проводится проверка. Причины произошедшего устанавливаются. 25-летний ранее судимый житель Зубово-Полянского района проведет 18 лет в колонии строгого режима. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям. Это кража, разбой, насильственные действия сексуального характера и убийство. Все происходило 23 января этого года в селе Каргашино Зубово-Полянского района. Молодой человек напился и решил ограбить свою 70-летнюю знакомую. Пенсионерка жила одна. Обвиняемый проник к ней в дом с ножом и стал требовать деньги. Испугавшись его угроз, женщина отдала все свои сбережения в размере 44 тысяч рублей. После чего он совершает в отношении нее преступление на сексуальной почве. Испугавшись того, что она в последующем может обратиться в правоохранительные органы, он совершает ее убийство путем удушения. С места происшествия, забрав 44 тысячи рублей и мобильный телефон, он скрылся. В ходе следствия выяснилось, что он причастен к другой краже. У своего товарища украл 7 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. В городе Павловский посад задержали 40-летнего ранее судимого мужчину, который находился в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления. Дело обстояло так. 28 октября этого года в полицию поступило сообщение из республиканской больницы, что к ним доставили тяжело раненого 39-летнего мужчину. Правоохранители установили, что конфликт начался в одном из развлекательных заведений города. Драка продолжилась на улице. Подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь. Осознав тяжесть совершенного преступления, злоумышленник скрылся за пределами республики. Ей был объявлен федеральный розыск. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили его местонахождение. И в конце ноября сотрудники управления уголовного розыска МВД по республике Мордовия вместе с коллегами из столичного региона задержали данного гражданина в городе Павловский посад Московской области и доставили его в республику Мордовия. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту отделом по расследованию преступлений на территории пролетарского района у МВД России по городскому округу Саранск возбуждено уголовное дело. С юбилеем одну из саранских школ поздравили сотрудники госавтоинспекции. Школе номер 11 исполнилось 50 лет. Поздравить педагогов и учащихся приехал заместитель начальника УГИБДД МВД по республике Мордовия Николай Живайкин. На протяжении нескольких лет школа является площадкой, на базе которой госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия и акции. Четыре года подряд учащиеся 11-й школы занимают первое место в соревнованиях «Безопасное колесо». Школьники, состоящие в отряде ЮИД, активно взаимодействуют с сотрудниками госавтоинспекции. Я бы хотел поблагодарить ваш коллектив за то, что вы всегда активно отзываетесь на наши мероприятия, что вы являетесь базовой школой госавтоинспекции, где, значит, имеется, есть возможность у нас еще, кажется, увеличить количество этих городков, автогородков, но он у вас находится в единственном числе в республике. И это очень приятно, что дети изначально, ну, наше будущее, это, как мы всегда говорим, госавтоинспекции мало подарков, да, у нас, кстати, только административные карающие, санкции. Ну, приятно то, когда наши дети, это наш вклад, и изучая правила дорожного движения, начиная с первого класса, в садиках, когда сейчас мы эту работу все проводим, стараемся довести, что вы на это всегда отзываетесь, и ваша школа, она этим самым является базовая. По традиции, в завершении выпуска рубрика «Внимание, розыск». Полиция Мордовии продолжает разыскивать без вести пропавшего Козлова Евгения Васильевича, 1989 года рождения. Вечером 5 ноября в поселке Чекаевский мужчина ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид ему 25-30 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темные. На правой щеке шрам 2 сантиметра. Всем, кому что-либо известно об указанном лице, просьба сообщить по телефону. 8-987-692-63-64-38-59-56 или 02. На сегодня это все. Выпуски «Тревожные кнопки» и других проектов народного телевидения Мордовии вы можете найти на нашем YouTube-канале. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на НТМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...